Над стадионом Балаковского инженерно-технологического института на днях в небо взмыли десятки летательных объектов. Не инопланетных, а вполне себе земных. Сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» решили провести фестиваль воздушных змеев, первый в истории предприятия. Идея настолько понравилась заводчанам, что они пришли на стадион целыми семьями. Погода выдалась как по заказу. На небе не облачко, легкий ветерок, вечерняя прохлада. Я сделал воздушного змея своими руками. В этом мне помогали папа, мама. Так как я только рисовал, клеил кружки, на себя все сложное взял папа. Вместе клеили, вместе и запускать будем. Так решили близкие Семена и отправились на фестиваль всем семейством. Даже дальних родственников пригласили. Мои личные ощущения. Мы обязательно займем первое место в номинации «Большая семья». Так как у нас «Большая семья» нас поддерживает. 11 человек. К нам приехали родственники из Башкирии. Семен не единственный участник фестиваля, смастеривший змеи своими руками. Многие попытались проявить фантазию, придать своему летающему другу необычную форму или цвет. Хотя кто-то просто купил игрушку в магазине. Удовольствия от рукоделия они не испытали, но радость, которую дарит запуск змея, компенсировала этот недостаток с лихвой. Дети визжали от удовольствия, а взрослые, впав в детство, не хотели выпускать тонкую ниточку из рук. На даче пробовали, у нас не получилось. Здесь вот хорошо. Хотя ветра практически нет. Довольники. Хорошо летают. Полететь вместе с змеем, да? Какая-то дельтаплан есть, спускаясь так в полете. Вот это и есть мечта. Фестиваль воздушных змеев подарил сотрудникам Балаковского филиала АО «Апатит» и их близким профсоюзный комитет предприятия. Это он объединяет их в различных спортивных и культурных мероприятиях, дарит подарки за участие и победу. На этот раз определили обладателей трех спецпризов – за самого большого воздушного змея, за самый высокий запуск и за самую большую семью. И по традиции ни один участник не остался без подарка, главный из которых – ощущение полета и радости. Ведь игрушка, придуманная в древности, до сих пор захватывает дух похлеще современных компьютерных игр. А люди, которые запускают воздушных змеев – настоящие счастливцы и романтики, потому что часто смотрят в небо.